Ребята, привет! Егор, Ауэпиалстори. Собственно, сегодня делаю такое видео, обещал, задавали вопросы и, ну, нужно, нужно снять. Многие, кто собираются ехать, ну, об этом говорят, конечно, но у меня есть свой взгляд на эти вопросы и есть мои советы, как что сделать. Собственно, смотрите, мы поговорим о том, что собирать чемодан, что брать в Польшу, что нам нужно вообще, чтобы приехать и себя нормально чувствовать. Давайте начнем с того, что, собственно, как вы будете ехать. Если вы едете на автомобиле, ну, конечно, у вас карт-бланш, вы можете взять большое количество вещей с собой. То есть это хорошо. Если вы едете транспортом, автобусами, ну, летите самолетом, что там, чем еще можно, блаблакаром, то вы ограничены. То есть у вас, в принципе, что вы можете? Вы можете взять себе, ну, один чемодан, там, еще какую-то сумочку. Просто там два-три чемодана, это будет неудобно. То есть, ну, поэтому вещи нужно взять по объему, так скажем, выверить их, взять самое нужное. Особенно, также, для каких целей вы едете навсегда, да, там, полностью переехать, либо же, либо же вы едете на время, там, поработать. То есть это все, ну, вам стоит учитывать. Но есть для всех, кто бы как не ехал, есть общие такие вещи, что лучше взять с собой, чего не брать. Давайте начнем. Определитесь, то есть вы сами знаете, в какой вы едете сезон, будь то длительность вашего пребывания, она припадет на какое-то, на лето или на зиму. То есть если вы там едете в начале весны, то, понятно, у вас вы будете большее количество в теплом времени, да, проведете, то есть там основные будут какие-то футболки, шорты. Если вы едете зимой, то там уже нужно позаботиться о теплых вещах. То есть это первое, вещи по сезону. Уберите себе вещи, только самые необходимые, не надо набирать 50 футболок, они только займут место, ну, вряд ли вы их будете носить, там, возьмите несколько. Вот, там, 2-3 шубы, там, у кого есть. Честно говоря, это очень смешно, если у вас есть 3 шубы, и вы поедете на завод работать. Ну, как бы, странно это. Нужно, ну, возьмите какие-то вещи такие упрощенные. Еще очень многие наши люди этого не понимают, они тут считают, что здесь, в Польше, собственно, в Европе, да, везде люди одеваются просто. То есть одели то, что им нравится, и ходят в этом. Вот, некоторые вообще неделями ходят в одном и том же, и все нормально, там, стирают на выходных, кто-то не стирает даже. То есть не надо с собой ввести, там, кучу вещей, потому что вам нужно место на что-то другое. Просто взял себе списочек. Также обувь, не набирайте большое количество, возьмите, там, по сезону, возьмите обязательно с собой тапочки какие-то, чтобы по дому ходить, или, там, по месту, где вы будете жить. Либо же вы их можете не брать, и какие-то вьетнамки здесь будут порядка, там, 5 злотых стоить. Ну, то есть вы можете их купить. Так, про обувь сказал, обувь по сезону. Дальше, смотрите, нужно обязательно возьмите постельное. Значит, ну, я имею в виду, да, там, наволочки, простыни, все эти дела. Смотрите, в чем фишка. Во-первых, если вам предоставляет жилье работодатель, там вообще 99%, что там этого не будет. Если вам предоставляют, если вы сами находите жилье, ну, там 90%, что это не будет. И также не будет одеял, подушек, если это предоставляет работодатель, то они еще могут быть. Если вы сняли квартиру, скорее всего, там не будет одеял, подушек и прочего. То есть вам, ну, везти их, конечно, смысла нет, потому что для них придется брать отдельные чемоданы. Но их следует уже будет покупать здесь. Что же касается постельного, очень такой момент здесь, постельный, мы заметили. Значит, продаются комплекты, в принципе, сейчас я там посмотрел, отметился от 19.99. Это то, что мы видели за самый недорогой комплект постельного. И я не знаю, сколько он стоит на рынке. Это в супермаркете. Вот. Но в комплект постельного здесь, в Польше, почти во всех случаях, входит только пододеяльник и входит две наволочки на подушке. Все. Простыни нет. Простынь либо продается отдельно, и отдельно мы ее находили за минимум, это 35 злотых. Может, кто-то находил дешевле, не знаю, но мы находили. Либо есть уже, ну, их тоже нужно поискать, где есть в комплекте простынь, но простынь, этот комплект будет стоить уже там около 100 или за 100 злотых. Вот. Что, в принципе, ну, как бы, ну, дороговато, я считаю. Далее, смотрите, продаются простыни, но они какие тут очень интересные. Они рассчитаны на то, чтобы натягивать их вот на матрас. То есть, кровать с матрасом, да, ну, там, когда такой матрас, и натягивать. То есть, если вы спите на диване, там, не знаю, на какой-то софе, там, кушетке, то, в принципе, она будет ненормальная, это простынь, потому что она будет идти с резинкой, там, ну, для того, чтобы натягиваться. Вот. Полотенце, да, возьмите полотенце с собой, дальше. Посуда, минимальный набор, что нужно иметь с собой, кому бы вы не ехали на работу, это тарелка, лучше глубокая, это ложка-вилка и это чашка. Так же самое, квартиры в большинстве случаев сдаются без посуды. Правда, потом могут довести, ну, хозяева могут не довести. То есть, то же самое, когда касается и квартиры, которые, или жилья, которые предоставляют работодатели. Например, у нас в Лодзе, где я жил в квартире, там ничего не было. Там была одна какая-то сковородка такая, которая, я не знаю, там, на ней еще древние римляне там жарили мясо, наверное. Вот, а, собственно, там, где жила Алина, то там, там даже штук 10 пивных бокалов было. То есть, там была посуда. Ну, это, скорее всего, такие большие исключения. Не набирайте с собой много бытовой химии. Ну, то есть, не надо там специально закупать, ну, только если в плане вы не хотите сэкономить денег. Не надо специально закупать, навести с собой литрами шампунь. Тут те же марки, вообще, торговые марки, что и у нас. То есть, это там различные, и Тимотей, и Шаума, и Тамфа, и все это есть. То есть, вы тут себе найдете, ну, все то же самое. Причем, будет оно выпущено где-то в Польше, Румынии, Германии. То есть, тоже все, все то же самое. Не надо этого много брать с собой. Дальше, аптечка. Вот, ребят, вот аптечку обязательно. Вот, мы даже сделали неправильно, мы взяли маловато препаратов. Ну, возьмите по максимуму, сколько можно. Но это, я точно не уверен, какие есть ограничения. Но когда у вас будет по 10 пачек какого-то препарата, то это уже будет выглядеть странно. То есть, это уже будет похоже на то, что вы это с коммерческими целями взяли. Что вы там продаете, перепродаете. То есть, ну, не нужно этого делать. Просто там возьмите по 2-3 пачки, может, каждого препарата. Там каких-то, ну, которые вам нужны, к которым вы привыкли. Потому что здесь, в Польше, вы потом много чего не купите. Без рецепта врача. Дальше, сигареты, алкоголь. Кому нужно, но вы много не наберете. Но литр крепкого можно с собой провозить через границу. И 2 пачки сигарет. То есть, можете это взять с собой. Больше не берите. Больше провести возможно, если не будет досмотра. Если будет сильный досмотр, то, ну, будет не очень. Ага. Не берите с собой много еды и не берите с собой консервацию. Консервацию в плане каких-то там мясных консервов. Домашнего, я так понимаю, приготовления. Вот. Сало также. Вообще, можно это все провести. Но, бывает, на границе тщательный досмотр. Тогда у вас это все заберут. Или, ну, везете, будьте готовы к этому. Там даже, кстати, на польской границе уже висит на русском языке. Такие, те, что вот эта консервация какая-то там, она запрещена, чтобы там трансграничные какое-то движение, уже не помню, какой-то болезни как бы прекратить. Вот. Да, для женщин. Фены, плойки. Это все надо взять с собой. Либо уже купить здесь на месте. Там обычно это же не гостиница. В квартире вряд ли это будет. Да, как я говорил уже в предыдущих видео, наделайте с собой фотографии. Три с половиной на четыре с половиной. Они тут более всего популярные. Просто, почему я говорю, в Украине они выйдут дешевле. Я не знаю, как в других странах. Но в Украине это будет вам намного дешевле, чем вы будете их делать здесь. Но просто учтите, что они как бы должны быть, когда вы их куда-то сдаете, они должны быть не более чем полугодовой давности. То есть, ну, конечно, если она ей будет семь или восемь месяцев, я думаю, это не так печально. Тем более, там же даты в уголочке не стоят. Ну, то есть, ну, если вы раньше были с бородой, сейчас без бороды и дадите то, что вы с бородой, я думаю, ну, это не прокатит. То есть, вы сами понимаете, что нужно сделать. И документы. Ребят, если вы едете навсегда, да, там собираетесь, берите все документы по максимуму, все там, все, что можете. Какие-то дипломы там всего. Ну, возьмите с собой. Просто, если оно вам здесь понадобится, у вас возникнут какие-то плавные. У вас раз, это все есть и не надо там еще дополнительно передавать чего-то. Это вот такое основное, что, собственно, нужно взять. Ну, и, конечно, берите с собой технику, там, ноутбуки, да, кому нужно. В принципе, задают иногда вопросы, не знаю, мы везли ноутбук на границе, нет никаких проблем, декларировать его не нужно было. Ну, по крайней мере, все пограничники спросили, там, что это ноутбук, да, ноутбук, все, ну, как бы, ну, им неинтересно было. Вот, и теперь маленькие советы, что, где вообще. Смотрите, сковородки, да, например, такая больная тема, но сковородки можно здесь докупить. Например, мы купили там сковородочку, ну, маленькую, не знаю, где-то такого диаметра в Ашане за 9,99. Это фирменная, ну, Ашановский этот производитель, то есть, их торговая марка, это Ашана. Нормальная сковородка, абсолютно, ну, как бы, работает. При этом, я еще, будучи в Лодзе, где-то в этом, в Кауфланде приобрел кастрюлю за 9,99. Вот кастрюля, во-первых, она была чуть ли не из фольги, реально, и там напыление, ну, вот это, типа, тефлон, он начал отваливаться со временем. То есть, вот она оказалась такая, ну, не очень, не очень китайская кастрюля, скажем так. Большая сковородка, кстати, того, в том же Ашане было 2, C4, 99. Ну, это уже была большая сковородка, то есть, это когда мы смотрели. Значит, дальше тарелки глубокие мы в свое время приобрели по 2,99. И если вы смотрели видео о том, как мы ходили на воскресный рынок, то там мы еще докупили неглубоких тарелок вообще. Ну, да, они как бы бэушные, но это какая-то там королевская испанская керамика. То есть, по одному злотому вышли там еще нам 5 тарелок, но мы покупали себе большие. В Икее, дай бог памяти, злотых по 7-8, наверное, такие, ну, большие плоские тарелки. Ложки-вилки, значит, можно вот приобрести в Теско, недавно смотрели, по-моему, даже себе что-то купили. Около полутора злотых за ложку-вилку. Ну, это, это, я говорю, низшие цены. Выше там можете найти, может, кто-то из серебряных только ест ложек и вилок, я не знаю. Дальше. Набор кастрюль, например, мы приобрели неплохой набор кастрюль там, но они, конечно, не огромные, там, по-моему, 5-литровая самая большая, и там поменьше еще 2 в Икее за 50 злотых. Ну, 40-99 там было. То есть, это набор нержавеющий, такие обычные кастрюли, ну, нас вполне устраивает. Вот, смотрите, подушки, одеяло. Подушки в Икее можно приобрести от 5 злотых. Но эти подушки, они, доброго слова, не стоят. То есть, они набиты кусочками поролона, и сшиты они из такой ткани, как вот мешочки для обуви. Знаете, открываешь коробку с обувью, и там туфли, например, лежат в мешочке, честно говоря, с такой же ткани они сшиты. Эти подушки, если вы поспите на них месяц-два, этот поролон, он собьется в один уголочек. У нас просто были такие подушки, вот, в лодзе нам предоставлял их работодатель. Они сбиваются в один уголочек, и все, и это такая подушка, ее надо так 10 раз скрутить, она будет вот такая вот по площади, и вы сможете там одним ухом на ней лежать. Дальше, за 25, уже приблизительно злотых, можно купить вполне себе нормальную подушку. Одеяло в Икее мы приобрели двухспальное, хорошее, там было написано, что оно теплое. Ну, в принципе, довольно нормальное одеяло, за 69-99, что-то такого порядка, то есть 70 злотых. Постельное я уже говорил, минимальный комплект без простыни, это 20 злотых, где-то у нас 99, говорят, на рынке это дешевле, но, честно говоря, на рынке мы постельное не смотрели. Единственное, что я хочу добавить, в магазинах это, вот, в основном, это даже не Китай, это польское какое-то производство, я там тоже видел Румынию, видел, ой, либо Словении, либо Словакии, я уже точно не помню, но вот даже мы приобрели, по-моему, так, злотых там за 50 комплект, комплект, так он, ой, он вообще чуть ли не шотландский там был, ну, то есть какой-то такой европейской страны, что-то неожиданное, то есть когда ты живешь, там привыкаешь, что там сделано в Украине, или там в Китае, то тут что-то там шотландское, например, это уже такое, что ты думаешь, ого, вот. Ну, и просто не отдельно там, что мы находили от 35 злотых, не знаю, может кому-то удастся дешевле. И теперь, где это все можно приобрести? Основные такие магазины для покупки этого всего, это Икея, специализируется, да, на всяких товарах для дома, это Юск, он, в принципе, есть и в Украине, в Харькове точно есть, по-моему, даже несколько, вот. Почему-то о нем мало говорят, но там тоже есть и акционные позиции, иногда попадается, можно что-то там хорошее приобрести. Дальше тут на Белянах есть еще там Поца, супермаркет для дома, но мы там никогда не были, поэтому не знаю, что там продается. Также в Ашане, в Каррифуре, в Теско Экстра, ну, это большие Теско, и в Кауфландии везде тоже есть эти отделы, такие типа для дома, и там можно приобрести поотенца, посуду, одеяло, подушки, то есть, это все там можно походить. И где дешевле, где дороже, я вам не скажу, там цены постоянно варьируются, везде есть акции, то есть, вы можете попасть и купить что-то там подешевле и отличное. И дальше рынки, там тоже можно все приобрести, и иногда лидлы и бедренки, то есть, там есть, в общем, вот эти такие стеллажи, где продается что-то, и также там есть это все акционное, ну, главное туда попасть, когда это вовремя, в принципе. Вот, это такие основные, ну, и есть, конечно, еще остальные всякие магазины, там, где все это все можно приобретать. Такие советы по сбору чемодана, так что собирайте чемодан, пакуйте все, и вперед в Польшу!